МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная от разлива нефти на томских месторождениях и заканчивая смогом и неприятным запахом в областном центре. О ежедневной работе одной из лучших лабораторий страны расскажет Елена Нечаева. С обычной линейки начинается серьезное исследование. Так сотрудники обл.комприроды измеряют объем будущего образца. В обозначенном квадрате важно собрать весь снег, от его поверхности до самой земли. А дальше в лабораторию. Здесь сталую воду проверят на наличие самых разных примесей. В анализе может быть до 20 показателей. Сейчас мы проверим снег на наличие нитритонов. Обычно в атмосферу они попадают с выбросами с котельных и печей частных домов. В наш образец мы добавим реагент. Через какое-то время он изменит цвет. А это образец очень сильного загрязнения. Обычно такое встречается в сточных водах. Наш образец достаточно чистый. По словам химиков, снег в областном центре с каждым годом становится все чище. Чтобы получить наиболее точные данные, пробы возьмут еще в марте. В этой лаборатории также анализируют безопасность местных почв, водоемов и даже воздуха. Когда, например, в Томске стоит смок от лесных пожаров, наша лаборатория в режиме онлайн проводит анализы на вещества, которые наиболее опасны для таймячей. И выдает эту информацию как минимум три раза в сутки. И в выходные, в праздничные дни эта информация передается МЧС. Эта информация есть на нашем сайте всегда. Это одна из самых крупных лабораторий региона. На ее вооружении самые современные оборудования. В штате больше 20 опытных химиков-аналитиков, а в перечне проводимых исследований свыше 250 показателей. Но главное, здесь готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в регионе. Чаще всего так и случается. Не успеешь прийти домой, как тебя зовут. Разлив нефти, разрыв водоводом. Мы находимся в группе, пускай назовем ее так, разведки. И когда мы готовы прийти, определить, что где находится, а потом уже дальше будут действовать другие. Чтобы подтвердить соответствие своей работы требованиям ГОСТа и национальной системы аккредитации, все лаборатории России обязаны пройти ежегодные сравнительные испытания. В этот раз в конкурсе участвовали 36 исследовательских центров. Каждый из них анализировал 10 и более характеристик почвы, воды и воздуха. И Томская лаборатория вошла в тройку победителей. Елена Нечаева, Юрий Дахов, Вести, Томск.